МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была согласована кандидатура нового прокурора Чуваши. Им стал Сергей Легостаев. Ранее он возглавлял прокуратуру Рязанской области. Накануне сессия кандидатура была одобрена членами парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Рассмотрены другие кадровые вопросы, назначены мировые судьи и члены квалификационной комиссии при адвокатской палате Чувашской республики. Завтра в Доме правительства состоится торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и Чувашской республики. Каков путь к подобным знаком отличия узнала наша съемочная группа? Мы встретились с учителем истории и общества знания 54-й Чебоксарской школы Александрой Демидовой. Отличник народного просвещения России 1993 года, лучший учитель России 2008 года и любимый педагог 54-й школы вот уже 25 лет. Александра Демидова любит свою работу и любит своих учеников. Она сразу себя проявила как творческий инновационный педагог, то есть новые технологии, связанные с внедрением проблемного обучения, различных дискуссионных форм, групповых форм работы. Это все то, что присуще ей. И в последние годы очень интересной отличительной чертой в работе Александра Николаевны является то, что она делает упор не только на работу с классом, не только на работу с родителями, но и на работу, на организацию своей деятельности и со всем педагогическим составом. Александра Николаевна пришла сюда молодым учителем. Ее нестандартный подход к организации уроков удивил многих. Исчезли стереотипы, взамен им пришли новые методики обучения. Ученики и представить себе не могли, что уроки общества знания и истории могут быть настолько интересными. На уроки мы всегда к ней ходим с огромным энтузиазмом, потому что, когда она нам рассказывает, у нее в глазах какие-то искорки. Она прям зажигается нами, хочет рассказать побольше. Она старается передать нам и вложить в нас все свои знания. Доходчиво объясняет. И, насколько я знаю, ее дети всегда сдают экзамены хорошо. Каждый учебный год новые идеи и предложения. Сейчас Александра Николаевна вместе с ребятами и их родителями увлечена проектом «Салют Победы». Это виртуальный музей о тяжелых годах Великой Отечественной войны и о людях, ковавших победу на фронте и в тлу. В экспозиции подробные рассказы педагогов, учеников, их родителей, о родных и близких, на чью нелегкую долю пришлись военные испытания. Это большой плюс, во-первых, истории семьи. Каждый ребенок будет знать своих предков, своих родителей, кто воевал. Это большой плюс и стране, потому что героев должны знать в лицо. Каждая семья должна знать своих предков, которые воевали. Кабинет истории Александры Николаевны – это панорама исторических событий от времен крещения Руси до становления новой России. Я очень люблю эту панораму, и мне хочется сказать словами Николая Рубцова «Россия, Русь, куда я ни взгляну, на все твои страдания и битвы, люблю твои, Россия и старину, твои леса, погосты и молитвы, люблю твои избушки и цветы, и небеса горящие зноя, и шепоты в омутной воды, люблю навек до вечного покоя». Большую часть времени Александра Николаевна проводит в школе. Близкие уже давно смирелись, понимая, как важно это для нее. «Очень многое зависит от отношения семьи к работе того или иного учителя. И с этим я хочу сказать, что мне повезло. Я благодарна своим родным и близким за понимание, за поддержку. Ну, потому что мой супруг Михаил Васильевич, он тоже педагог, он доктор юридических наук, профессор. Мои две дочери, Ирина и Екатерина, они закончили с отличием в нашу школу, и они, конечно, видели мою работу, и они понимали, чем мама занимается в школе». Своей ее любовью к истории она заряжает каждого. В старину таких людей называли подвижниками. «Труд наш, конечно, нелегок, но если есть результат у моих учеников, тогда куда-то девается эта усталость. Я думаю, что учитель-ученик – это две стороны одной медали. И, конечно, успех учителя – это в его отличных учениках». Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Биологические очистные сооружения – стратегический объект, который обеспечивает жизнедеятельность двух городов – Чебоксар и Новочебоксарска. Это с одной стороны. С другой – сооружения всегда были источником неприятного запаха. За последние годы очистные серьезно преобразились. Оценить изменения отправилась и наша съемочная группа. Предприятие было построено в далеком 1967-м. С его появлением сточные воды перед сбросом. Волгу стали очищать от содержимого и обеззараживать хлором. Тогда были решены серьезные экологические проблемы. Но переработанный осадок, то есть все, от чего очистили стоки, складировали на так называемых шламонакопителях. Запах от них и доставлял жителям города спутника столько неприятностей. Около семи лет назад с хлора перешли на гипохлорид. Это решило проблему безопасности. Сейчас на Боссе идет модернизация. В первую очередь установили две новые технологические линии по переработке осадка. Одна из них по обезвоживанию. Устанавливать и обслуживать дорогостоящее оборудование, которое в России пока стоит только в Сочи. В Новочебоксарске приехали иностранные специалисты. Я здесь, в Новочебоксарск. Первый раз было июль 2014. И потом каждый месяц, две месяца я здесь для помочь вашим людям с нашим оборудованием. Эта технология есть для суши и осады. И потом сделаем гранули. Затем гранулы отправляются в специальные печи. Происходит их горение и сжигание в печи термитализации, снабженной классниковой решеткой. И с последующим использованием тепла, образующихся дымовых газов, для нагрева нашего диатермического масла. Основного теплоносителя, который используется на стадии термической сушки осадка. Таким образом образуется замкнутый цикл, энергетический замкнутый цикл. И с образованием конечного продукта от золы. В итоге объем осадков уменьшается в 100 раз. А золу можно использовать, к примеру, при строительстве. Модернизация затрагивает и другие направления. В соответствии с планом финансирования инвестиционной программы по ГУБОС, общий объем выполненных работ составляет более 2 миллиардов рублей. И осталось выполнить только строительство третьей очереди, так называемой. Мы эту третью очередь немножко отделили, выделили его на нескольких этапов. Первый этап мы в прошлом году закончили. Это как раз строительство и сдача центрофуг. Второй этап, который мы должны в этом году закончить, это получается, как у меня как раз на столе лежит схема. Это вот сдача, монтаж фильтров, которые мы уже закупили, установка оборудования, так называемое УФО ультрафиолетовое обручение. И в конце года мы планируем запустить его эксплуатацию. С началом применения ультрафиолетового обеззараживания Волгу перестанут попадать в производные хлора. Не за горами строительство так называемой третьей очереди очистных. Они заменят износившиеся. Более трех десятков эпизодов и абсолютная безнаказанность в течение длительного времени. Они работали в команде, успели обогатиться на кругленькую сумму. Жертвами мошенников обычно становились одинокие пожилые люди. Они отдавали все сбережения, чтобы освободить своих близких от якобы грозящей им уголовной ответственности. В Министерстве внутренних дел Чувашии состоялся брифинг, посвященный делу псевдоследователей. Предполагаемым главарем банды оказался 29-летний житель, города Берцка Новосибирской области. Из Сибири он звонил жителям отдаленных регионов и представлялся следователем, в руках которого судьба их близких. Затем за деньгами в сумме от 15 до 70 тысяч рублей к потерпевшим приезжали местные таксисты, личности которых также известны следователем. На уловку мошенников попались и жители Чувашии. По интернету находил, какая номерация городских телефонов у нас. И в основном он по последним фактам набирал номерной емкости северо-западного района, которые начинались на цифры 45, и обзвонивал, буквально меняя последние цифры. Примерно за этот период он обзвонил где-то около 370-4 номеров абонентских. Но получается, где-то он даже был такой факт, правда смешной, что он попал в Московский районный суд. На данный момент подозреваемый задержан и под конвоем доставлен в Чувашию. Еще одно преступление и снова под ударом одинокие пенсионеры. В начале этого года под видом социальных работников две девушки 30-35 лет проникали в квартиры пожилых людей и просили показать им имеющиеся сбережения. Затем ловкие мошенницы отвлекали хозяев и похищали деньги. Таким образом, подозреваемые похитили у двух жительниц Чебоксар около 20 тысяч рублей, а у пенсионера из Канаша более 30. Сотрудники полиции уже задержали двоих подозреваемых и доставили их в республику. Ими оказались жительницы Московской и Владимирской области. Если вина девушек подтвердится, то в ближайшее время их ждет справедливое наказание. Дарина Игнатьева, Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Всероссийский стартап «Тур-2015» – самый масштабный проект страны по поиску перспективных инновационных проектов. В Казани собралось более 450 молодых предпринимателей и ученых из приволжских регионов России. Десять инноваторов из Чувашии представили свои проекты в сфере информационных, энергоэффективных, биомедицинских и новых промышленных технологий. Особый жюри отметил два проекта. Это «Наноплазм» – технология стимуляции роста новых сосудов Алексея Андреева. И разработка установок и аппаратных комплексов для чистки и обезвреживания подсланцевых вод на речных и морских судах, причалах речных и морских портов. Сергей Никитина. А Галина Быкова представила проект в новом направлении – инновации для детей. Проект допускался представлять любые. Дело в том, что мы готовили игрушки для детей раннего возраста, направленные на развитие моторики, сенсорики, ну, таких чисто прикладных навыков. Поэтому они не носили какой-то вот IT-характер, были больше направлены на конструирование, какую-то творческую самодеятельность. Ну, нужно отметить, что жюри достойно отметил наш проект. В целом, реакция была очень хорошая, положительная. Мы для себя отметили много важных моментов. Нам есть к чему стремиться. И я думаю, что мы не ограничимся конкурсом этого года, а будем также продолжать развиваться дальше в этом направлении. По ТУ, по тебе плачет, пугали в прежние времена недостаточно прилежных школьников. Сегодня все изменилось. Профессиональное образование становится все более престижным. Привлечь внимание молодежи к рабочим профессиям призван чемпионат WorldSkills. В Чебоксарах впервые проходит региональный этап чемпионата по парикмахерскому искусству. Красота – это страшная сила. Говорила героиня популярного фильма, поправляя шляпку и рассматривая себя в зеркале. И это бесспорно. Но что же такое красота? Во всех исторических эпохах и у разных народов представления о красоте были различны. Но есть и нечто общее – ухоженные волосы. Поэтому профессия парикмахера востребована всегда. Парикмахерское дело – это не только профессия, но и призвание искусства. Тенденции в прическах, цвете и стрижках, мировые бренды – все это быстро подхватывают и воплощают в жизнь мастера всего мира. В том числе и нашего города. Здесь и представители учебных заведений, то есть студенты учебных заведений, но и некоторых салонов красоты. В этом году количество участников, поскольку первые по парикмахерам не очень большой, это 6 человек, но тем не менее мы считаем для начала это очень здорово. И вот как мы видим, в общем-то ребята, студенты достойно представляют вот те свои способности. Такие конкурсы нужны. Для чего? Вот на сегодня особо не нужны, я не скажу, что не нужны. Особо на рынке не требуются юристы, экономисты, они тоже нужны, но не в таком большом количестве. А вот по рабочим профессиям, те же самые парикмахеры, повара, сварщики, они нужны везде в экономике и Чувайской Республике, и в России. И тут есть проблема, конечно, осознанного выбора профессии, именно прежде всего школьниками. Настоящий профессионал всегда учится, он просто не может позволить себе стоять на месте. Участие в профессиональных выставках и фестивалях – мечта любого амбициозного парикмахера. Но ведь большой путь всегда начинается с маленького шага. Меня привлекала эта профессия, потому что я понимала, что я не смогу просто сидеть и изобретать какие-то другие предметы. Но судя по работе, ясно, что это очень увлекательный процесс, очень. Просто так вот не всем это дано, и это затягивает. Всегда открываешь для себя, для своего клиента что-то новое, нет предела совершенства. Ты постоянно узнаешь что-то новое, получаешь информацию, проходишь семинары. В конце концов, сам начинаешь что-то узнавать и как-то привносить в эту профессию. Изобразить авангардный образ – такая задача стояла сегодня перед участниками конкурса. Модель надо было покрасить не менее чем в три цвета, постричь и уложить. В общем, создать образ завтрашнего дня. Мне нравится именно парикмахерская искусство, нравится всякие прически делать, стричь, нравится, люблю я это делать. Это возможность очень хорошая, после этого конкурса хорошо очень устроиться. И вот то, что соревнуешься, для себя это очень, вот видишь, на что ты способна, на способности свои проявляешь. То, что, в общем, да, ну понимаешь, на что способна, что ты можешь, что ты не можешь, у других чего-нибудь научиться. У этой профессии есть будущее, в этом не сомневается ни один участник конкурса. Кстати, победители этого года будут представлять Чувашию сначала на окружном этапе в Самаре, а потом уже на всероссийском конкурсе, который пройдет в конце мая в столице Татарстана. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. А в Чебоксарском техниками транспортных и строительных технологий соревновались каменщики и плиточники. В региональном этапе чемпионата рабочих профессий участвует всего семь человек, одни парни. В течение двух дней они выполняют установку экспертов. Каменщики за 20 часов строят стену с арками. Качество работы оценивается по ровности, соблюдении толщины швов, горизонтальности и вертикальности рядов кладки и многим другим критериям. Участники конкурса по компетенции кирпичная кладка должны выложить простенок с четвертями из одинарного керамического кирпича на известковом растворе по многорядной системе перевязки швов. Сложность задания обусловлена тем, что необходимо также устроить две ниши. Первая нижняя ниша в виде полукруглой арки и вторая верхняя ниша в виде трапеции. Задание для плиточников тоже непростое. Надо правильно нарезать плитки по эскизу и выложить в узор орнамент чувашской вышивки. Сделать это нужно аккуратно, ведь края плитки при одном неправильном движении откалываются. У каждого участника свои аргументы в пользу профессии. Строительство всегда востребовано. Но даже если я не пойду работать по этой профессии, то все равно это пригодится при ремонте или при постройке здания дома. Профессии нравится то, что высокооплачиваемое. Особо не пыльное. Красивое. Это нравится, душе нравится, когда так красиво все получается. Видно, что к строительному делу все парни относятся очень серьезно. После техникума они легко могут трудоустроиться по профессии. В республике много строят. Потребность в кадрах большая. Организаторы уверены, что подобные конкурсы привлекут в колледже немало школьников. Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика. Каждый год перед профессиональным праздником специалисты архивного дела проводят чтения. Как правило, они посвящены самым интересным событиям в истории республики. Эта встреча посвящена 110-летию со дня рождения организатора архивного дела в Чувашии Павла Ермолаева. Именно он начал по собственной инициативе собирать документы, связанные с историей Чувашского края. От прошлого к настоящему. В рамках архивных чтений состоялась презентация книги о военных-интернационалистах, уроженцах Яльчикского района Чувашии. В числе участников конференции работники архивов, музеев, библиотек, краеведы, преподаватели и студенты. Без истории нет народа. История – это наше прошлое, это наше настоящее, но это наше будущее. Поэтому знание истории не только своего народа, но и вообще традиций, духовности и всего остального. И при поднесении этого молодежи – это основная задача, наверное, учреждений культуры. Потому что современное общество требует пристального внимания к воспитанию подрастающего поколения. В этом году МЧС России исполняется 25 лет. В главном управлении и подведомственных учреждениях проходят мероприятия, посвященные этой дате. В средней школе села Янтиково прошла встреча пяти поколений пожарных. Пожарная часть номер 45 – одна из лучших в республике. На ее счету тысячи спасенных жизней. Годами она формируется из семейных династий. Именно поэтому, считает глава администрации района Владимир Ванерке, пожарная безопасность в их районе на высоте. С начала года на территории и произошел всего один пожар. В первую очередь, конечно, хочу низко поклониться нашим ветеранам, поблагодарить вас за вашу героизм и за вашу стойкость в борьбе с врагом. Пожелать вам долгие лета. Ну а молодежи, молодежи нашей, которая захочет защищать. Многие смотрели фильмы «Офицеры» и была там такая фраза. Есть такая профессия – Родину защищать. Кто из вас выберет профессию, профессий много в стране, профессий много в мире. Но кто из вас выберет профессию защищать свою Родину, тот может защищать или в вооруженных силах, или в пожарной охране, в пожарно-спасательных подразделениях. В честь 70-летия Победы памятные медали получили ветераны Великой Отечественной войны. Эти люди – живой пример доблести и чести для школьников, присутствующих в зале. Многие из них вступили в дружину юных пожарных. Победа для меня! Победа для тебя! Победа для всех пульмах! В Международный женский день в столице республики состоится самый женский, самый яркий, самый весенний автопробег. Организаторы хотят показать, что женщина за рулем – это не только красиво, но и безопасно. Безопасно! Вот уже в пятый раз в Чебоксарах проводится традиционный пробег «Красотка за рулем». Участница продефилирует на своих автомобилях по городу от площади республики до Национального музея. Маршрут пройдет по улицам Карла Маркса, Калинина, проспект Ленина, Яковлева, Мира, а также вдоль Эгерского бульвара. Старт автопробега – 8 марта в 12.00 на площади республики. А позже в 13.00 на Красной площади начнется развлекательная программа конкурса и розыгрыша призов, где каждый из красавиц получит ценный подарок. А обладательница самого украшенного автомобиля подарит главный приз. Ах, какая женщина! Это не только слова из известной песни, но и название конкурса. Проводится он в Чебоксарах уже не первый год и традиционно приурочен к 8 марта. Организаторы женсовета и администрация города Чебоксары. Самые красивые, самые трудолюбивые, самые творческие, самые талантливые женщины живут в городе Чебоксары. Участниц конкурса в их выступлениях поддерживали мужья и дети. За звание «Самый-самый» в этом году боролось 11 представительниц прекрасного пола. Они постарались подчеркнуть все свои достоинства. Эти праздники мы считаем для того, чтобы популяризировать именно семью, для того, чтобы молодые люди считали очень важным в создании семьи, чтобы мама и папа это были те люди, которые достойно воспитывают своих детей. В званиях «Какая женщина» было присуждено Светлане Григорьевой, художнику-постановщику ДК Агрегатного завода. Такие конкурсы нужно проводить. Это интересно. Это интересно и для окружающих. Это интересно и для нас. Как бы показать себя. Они подарили нам целый мир и помогли найти в нем свой путь. Они идут с нами на протяжении всей жизни, они оставляют в самых сложных ситуациях. О самых близких не только говорили, но и пели. Сегодня на творческом вечере в музыкальной гостиной «Мерчень». Семейная музыкальная гостиная, созданная на базе музыкальной гостиной «Мерчен», действует второй год. За короткий срок она успела полюбиться десяткам чебоксарских семей. Сегодняшний вечер, посвященный мамам и бабушкам, был окутан нежными и весенними нотками. Уже традиционно участниками вечера стали воспитанники Чебоксарской детской музыкальной школы номер три. Дети с удовольствием поют для мам, для бабушек, для таких же учащихся, как они. Потому что мы целый год готовимся. Вот хоровой коллектив, он готовится целый год и выступает на площадках. Наши инструменталисты, которые играют на фортпиано, на кардионе, на кларнетах, на духовых инструментах, хореографический коллектив, они с удовольствием выступают на большой сцене. Им очень здесь нравится в библиотеке, потому что хорошо и хлопает им, хорошо отзывается. В музыкальной гостиной звучали не только хоровые, но и сольные инструментальные произведения. Пока одни родители следили за выступлениями детей, другие интересовались репродукциями великих художников. В рамках творческого вечера открылась выставка «Образ матери в живописи». На выставке представлены живописные полотна, репродукции полотен русских и зарубежных художников. Среди них, конечно же, Сикстинская Мадонна Рафаэля, Джоконда Леонардо да Винчи. Также живописные произведения полотна Ильи Репина, Серова, Матисса, Мане и других многих художников. Также в экспозиции нотные издания, диски, грампластинки русских, так и сочинения русских, чуварских и зарубежных композиторов. И, конечно же, среди них Ава Мария Шуберта, произведения Рахманинова и детский альбом Петра Ильича Чайковского в серии «Малыш и классика». Подобные вечера уже стали традицией для многих чебоксарцев. А в скором будущем опыт семейных музыкальных гостиных станут перенимать и районной республики, поделились организаторы проекта. Таким стал четверг глазами корреспондентов национального телевидения Чуваши. Я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова